Академии Маяк образовательному центру Росатома в Нижнем Новгороде официально присваивается имя Андрея Дмитриевича Сахарова. Внутри объекта культурного наследия подписывается соглашение. Подписи на документе ставят Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации Росатом и Марина Сахарова-Либерман, внучка великого ученого и общественного деятеля. Она вспоминает, что жизнь в Горьком для дедушки проходила тяжело, но и тогда были счастливые дни. Главная негативная сторона ссылки для него была не та, что он находится в этом городе, а в том, что его пытаются лишить голоса. Для него принципиальный вопрос был возможность высказывать свои мысли. Сам Нижний Новгород дедушке был очень симпатичен, потому что отсюда произошли его корни. Здесь неподалеку он провел 20 лет очень счастливой, молодой и насыщенной научной жизнью. С идеей увековечить память об Андрее Сахарове Росатом обратился к Российской Академии Наук. Это обращение встретило позитивный ответ президента Российской Федерации и довольно быстро он дал указание готовить документы на присвоение имени Андрея Дмитриевича Сахарова именно этому объекту. В Академии «Маяк» будут встречаться ученые и студенты. Уже сегодня тут проходят научные фестивали, лекции, мастер-классы. Такое место должно гордо нести новое имя. Академия Росатома совместно с правительством Нижегородской области будет организовывать формирование здесь новых идей, мыслей, в том числе с открытостью всему миру и ориентацией на науку. Я надеюсь, не просто высокотехнологичное, но еще и очень комфортное, очень человеколюбивое будущее нашей страны. Ну и это будет одна из точек, одна из площадок формирования граждан этого самого будущего. А после подписания соглашения в стенах Академии «Маяк» прошел форум «Диалог наука за мир и развитие» под эгидой ЮНЕСКО. Участники обсудили актуальность научных знаний и открытий в современном мире и попробовали определить границы ответственности ученых за свои открытия. Служба информации Александра Шеломцева, Василий Низов.